Владивосток Как вы уже упомянули, впервые этот турнир приехал во Владивосток в 2004 году. Тогда всем участникам как воздух нужен был рейтинг для участия в Олимпийских играх, которые тогда принимала Греция. А такая встреча бадминтонистов со всего мира была идеальной возможностью, так сказать, подзаработать. Причем в двухзначном смысле. Дело в том, что Russian Open всегда имел неплохую финансовую основу. Призовой фонд соревнований уже несколько лет подряд варьируется в районе 50 тысяч долларов. Вот только ни деньги, ни рейтинг не смогли убедить иностранцев в 2004 году пролететь полпланеты. Узнав, что Владивосток — это не Подмосковье, отказались приезжать швейцарцы и датчане. Так и не добрались до города бадминтонисты из Ганы, затерялась где-то и монгольская делегация. Но время шло, и потихоньку турнир набирал обороты. Первые два года он проводился в статусе International, затем ему был присвоен статус Open. И, наконец, актуальный на сегодня Гран-при. Сегодня во Владивосток приезжают самые разноплановые гости. Количество стран-участниц порой доходит до 20. Турнир, конечно, сделал шаг вперед. Несмотря на то, что олимпийский сезон закончился, мы видим, что спортсмены уже начали отбираться на Токио 2020. Это уже пошли первые олимпийские очки следующего олимпийского отборочного цикла. В этом году турнир отметился участниками из 18 уголков света. При этом, как отмечают организаторы и судьи, соревнования радуют как и противостоянием уже устоявшихся профессионалов, так и битвой новичков. В этот раз турнир собрал очень много азиатских спортсменов, японских спортсменов, спортсменов, которые уже давно выступают на суперсериях. Это малазийские спортсмены, пара, микс, есть также и серебряный призер олимпийских игр. То есть турнир в этом плане получился очень насыщенный. Насыщенный в плане как стран-участниц, так и по накалу. Иностранные бадминтонисты прекрасно понимают, что выступают в гостях. Сборная России, включая спортсменов из Приморья, один из сильнейших представителей мирового бадминтона. Поэтому даже азиатам, которые в этом виде спорта настоящие короли, играть приходится нелегко. Играть со своими легко. Мы ведь и тренируемся вместе, друг друга знаем. А вот с другими оппонентами, в том числе с русскими, всегда получается сложная и непредсказуемая игра. Интересно, что на такое крупное и знаковое спортивное событие, увы, практически не приходят зрители. Может проблема в том, что основные игры проходят по будням и в первой половине дня. А может все-таки в том, что бадминтон сегодня это не тот вид спорта, за которым могут пристально следить миллионы жителей планеты. Именно поэтому на последнем турнире было решено сделать одно революционное изменение. Дело в том, что ради эксперимента соревнования перевели на систему в 11 очков. То есть, если обычно партии идут до 21, то здесь всего до 11. Количество геймов здесь наоборот больше, 5 взамен 3. Для победы нужно выиграть 3 гейма. С такими нововведениями, как отмечают спортсмены, бадминтон сможет заиграть новыми красками. Матчи станут быстрее и интереснее для обычных людей. Естественно, добавится зрелищность, потому что появляется элемент риска. И как бы не только физическая форма будет решать, кто выиграет. Поэтому это для зрителей будет очень интересно. Потом все-таки держать концентрацию долго зрителям тоже очень трудно. А здесь 11 очков, это все довольно-таки быстро проходит. Потом будет время для реклам, для телевидения. Это тоже для нас очень важно, потому что популяризация бадминтона тогда будет расти. Вот только самих спортсменов изменения не особо радуют. По сути, если система встанет в постоянный оборот, то в подготовке поменяются приоритеты. Ведь здесь уже выиграет не тот, кто выносливее, а тот, кто быстрее. Мне больше нравится играть до 21 очка, чем до 11. Тут слишком короткие партии, мы даже не успеваем войти в игру. Матч идет быстро, а это сложно, ведь цена каждого очка выше. Тут куда больше давления. К слову, в этот раз Russian Open стал последней возможностью на практике подготовиться к личному чемпионату мира в Шотландии. Сборная России ежегодно увозит с собой награды этих соревнований. В этот раз команда собирается продолжить традицию. Видимо, предстоящий чемпионат особенно замотивировал бадминтонистов. По итогу недельных баталий в трех из пяти разрядов победу одержали российские спортсмены. В мужской одиночке золотую медаль завоевал приморец Сергей Сирант. 23-летний парень, некогда занимавшийся в обычной секции во Владивостоке, впервые выиграл высококлассный турнир. Иностранцев у меня по сетке был всего один, японец точнее. А все остальные игры у меня происходили с нашими, с отечественниками. Но игры были тяжелые, хочу сказать, что очень принципиальные. Особенно это было тоже с Денисом Грачевым. Тоже вот он хотел как бы и отомстить мне за прошлый турнир, потому что мы с ним там встречались тоже на этой же стадии турнира. Ну, мне удалось подтвердить свой статус. В женском сольном разряде победу одержала тоже уже давно знакомая всем россиянка Евгения Косецкая. На пути к медали, по словам спортсменки, были не только противники, но и новая система очков, которая Евгении оказалась не по душе. О, это очень тяжело. Я не умею начинать игру, я всегда стабильно проигрывала первую партию. А тут каждую партию нужно концентрироваться, и потому что если ты проиграешь две, то как бы у тебя в запасе остается одна, и это очень тяжело психологически. Тебе нужно от начала до конца всю партию держаться. Но самое пристальное внимание держалось на знаменитом российском дуэте Иванов-Сазонов. Парни являются многократными победителями международных турниров, и к тому же именно они защищали честь России на Олимпиаде в Рио. Стоит отметить, что оба спортсмена выступают в составе команды Приморья, так что практически местные. В упорной борьбе российский дуэт смог все-таки сначала войти в четверку лучших, а затем и вовсе стать победителем турнира. Были неплохие японские, мы уже оппоненты, с той стороны опытные ребята, и сразу же навязали нам быструю скорость, топовую скорость. Для нас это была первая игра на турнире, можно сказать, на такой концентрации, на таких скоростях. И немножко первая партия в концовке нам не повезло, но потом удалось выиграть три сета подряд. И после этого мы не проиграли ни одного сета, нашли свою игру, и дальше уже с каждым маячим прибавляли. Конечно, очень довольна нашими одиночниками, в первую очередь Сергей Сирант, местные из Владивостока. Стены помогли, зрители помогли, так что матч получился очень интересный с Владимиром Мальковым. Теперь посмотрим, кто из них старым системой выиграет на чемпионате России в октябре. Очень хороший матч сыграла Женя Косецкая на высоком уровне, на высокой скорости, обыграла малазийскую спортсменку. Это очень здорово. А в парах был результат, ну скажем, по силам. Если Иванов Сазонов здесь самый сильный, значит они и выиграли. Турнир расщедрился для игроков. Чемпионы поделили призовой фонд в 65 тысяч долларов, а также несколько тысяч рейтинговых очков, которые сейчас очень пригодятся в преддверии крупных чемпионатов и предстоящей Олимпиады в Токио. С вами был Максим Яковлев и программа «Вокруг спорта на восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова